Даник, опусти, пожалуйста, микрофон нашим гостям, а то он так сидит, как, не знаю, как его, да, просто поздоровывается, чтобы с людьми скажет «Здравствуйте». Вот, пойдем аккуратно через гости, вот, 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 флаги подняты. Дима, ты можешь не говорить, что у тебя микрофон вообще не включен. А, нет. А, вот теперь включен, может, да. Ты просто разницы не чувствуешь, он же включен и не выключен. Так, Давид, дорогой, нет, мы пока не поем, мы пока просто разговариваем, а когда мы начнем петь, мыlimited... Пока что просто представьте, не так дело. Нет, да вот, Давид, да мы все прекрасно такое, interchange. Так, зачем? Зачем? Ты кого-то сумучаешься. Так, служил в рядах Красной Армии. Ага. Ага. Так, доброе утро, доброе утро. Доброе утро. С днём победы. С днём победы. Доброе утро. 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 Что в мире одноклассницы моей дуffedy совершенно однозначно воспринимают, они рассказали про открытие второго фронта, все было, так об общем-то. Ну, так убедили. вас, понимаете, что вот он... Я понимаю... Потому, что когда я был в Германии, в ее западной части, там н της объединения, они прямо уверены, что они проиграли войну англичанам и американцам. Американцы. И это, знаешь, логика. Потому что здесь город. Американский и английский. Вот ты понимаешь, например, мне что не понравилось во время этого урока, но это уже с моей точки зрения конечно упущение учителя истории. То есть она... Ребята говорили о том, что группировка советских войск, которая, в общем-то, брала от Берлина, это 2 миллиона 500 тысяч человек. И ужасные жертвы были, на самом деле. И вот учитель истории не рассказал о том, что на самом деле эти жертвы можно было избежать. Вот. И, в общем-то, можно было немножко потянуть время. И немцы бы сами залезть, может быть. Ну, в общем, если... Там стоял вопрос, кто будет брать. Да, американцы. Во-первых, возвращаясь к предыдущему вопросу, тут отношение легенды и историческая правда. Тут очень тонкая игра. То есть есть историческая правда, которую можно абсолютно отделять от легенд, которые не всегда... Это не в раме. Это плохо легенды, которые... Это... Понимали регион народа, конечно же. Создавались герои, и так было с вами. Это с утра сегодня орыли. Ну, по-моему, очень, очень общий, даже вот к примеру. Ну, он... Понтиловску. Понтиловску. Смотри, нет, я совершенно серьезно могу сказать, например, что такие же истории ходят и о доме Павлова, да, в Сталинграде, в Граде. Да. Но ты представляешь, на самом деле, если ты воюешь, и ты знаешь, например, 58 дней дом, который ты не видишь, вот он там, через перекресток, но ты все время читаешь об этом в газете, все время тебя... Причем не только советские войска об этом говорят, немцы тоже об этом все время говорят, вот эти люди стоят, и ты тоже стоишь, потому что они стоят. Это, наверное, нужная вещь. Я сейчас о другом хочу, перед тем, как мы начнем петь. Первая мировая война, тоже совершенно страшная трагедия, и армянский народ потерял полтора миллиона человек вот в это время именно, геноцид у нас был как раз в рамках Первой мировой войны, скажем так. Если мы сегодня выйдем на улицу, или даже не надо выходить, давайте спросим друг друг, когда закончилась Первая мировая война? Вторая мировая? Первая. Первая. Первая сентября. Сначала я не знаю. Первая сентября, она ночью, когда вторая мировая. Подождите, смотрите, есть вопрос в том, что на самом деле прошло, ну, сто лет, не сто лет там, 90 с чем-то, и мы все забыли. В 18-м году? И мы все забыли, на самом деле. Я боюсь, что пройдет еще лет 30, и люди о Великой войне, я формирую войну тоже. Нет, я не согласен. Почему? Конец Второй мировой войны, если учитывая у нас в рамках интервью... Тогда мы уже не были в рамках интервью России. Российской. Там история круто сделала поворот в утреннем социальном, там была революция. Там была революция, и мы уже изучали историю в рамках вот уже... Революция начиналась в 17-м году. Там смазано у нас было, вот все. И по которому там три революция там дальше закончилась. Понимаете, ну, по-моему, это проезжала Россия в первые годы. В 18-м году. В 18-м году. Да, по-моему, про варваре и все побежали. Так, хорошо, все, давайте начнем петь уже, Олег. Тогда нет, значит, что... А вот эта, она уже в стройном государстве начинает и в стройном государстве закончилась. По-моему, она будет больше, полностью идейши. Ну, что же. Олег Назарян, с чего начнем? Олег, не знаю. Ну, давайте начнем с одной из наших любимых песен, которая звучит в фильме «Белорусский вокзал». Значит, потому что каждый раз на каждом наших пухонных похитилках всегда она обязательно звучит. Наряду со всеми роковыми даже с фильмами обязательно она... Ну, конечно, гениальная песня, кстати, песня, написанная Кудзовой, в исполнении бабушки Урганта. Да. Ну, в роли бабушки Урганта сейчас сегодня оренда. Да. 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 ПОЁТ Деревья Ярослав И только мы плечом к плечу растаем землю тут. Гори и ты кружится планета над нашей Родиною дым. А значит, нам нужна одна победа. Одна Россия с мы дождиной неподставим. Одна Россия с мастерой неподставим. Нарастет огонь свертельный. И все без земляного за меня в рот улетит ночь отельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. И стой какой угас пусть их другой прият и подставим сойдет с ума развести вверх. Десятый красный ракет мир мир не племет не удалим. А значит нам нужна одна победа. Одна нас всех мы бас и не постоим. Одна нас всех мы бас и не постоим. ночь и ночь ночь и ночь и ночь и ночь Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дорогой Олег, ты как участник Овцарской войны, скажи, пожалуйста, тебе не обидно, что сегодня очень мало об этом говорится? Очень мало говорится, очень мало показывается, очень мало пишется? Я не даром сказал о том, что я... А вы? Ага. Уже сейчас, пусть я, 20 лет. Ага. Ну, не будем забывать, что США освободились 23 года назад. Да, но есть некоторые синдромы после, которые... Вот я долгие годы как-то не осознал эти дни. Ну, да. В общем, даты какие-то. Да, да, да. Они пришли... Мое личное такое... Понимание гораздо позже, чем... Ну... То есть, надо было переварить это. Да, это безусловно. И я думаю, что в ближайшем будущем я увидел достойное упоминание и достойное... Хорошо. Ну, просто хотелось бы, чтобы все эти люди, которые играют непосредственно участниками, они оставили после себя что-то воспоминание. А как есть, что делить? Ну, ты знаешь, тут на самом деле так получилось, что, наверное, истинные, так скажем так, патриоты Родины... Что делить больше? Воевали не из того, чтобы что-то делить. Но пока там это есть. Да, и все наши национальные герои, вот, которые фильмы, да... Да, я думаю, что вы уже здесь в такую политизированную сторону. Я думаю, что, опять-таки, это проблема, вы скажете, менталитет, я уже скажу, что... Вот это вторая седя того, что наши про вот этот альмейский плацдарм, брата, вас, люди... Мало осуществляют еще это и откуда идет. И так же и отцовская война, а, например, мне хотелось бы вот всегда знать, вот какой ключевой, например, бой маленький был где... Понимаешь, вот какие-то вот такие вещи они должны... Кто какой геройщик, какой полк какой геройщик сделал, там все же меня... Я-то помню, что была вторая, то есть была вторая эсталация напряженности, там, в Джалмарском пересвете. А-а-а-а... Там же, наверное, не так, один из самых... Да, там, наверное, не так, один из самых... Ну, фрегатель, который вот вывел азербайджанцев на ребят. Ну, наоборот, такая страшная история. Вот, вы знаете... Нет, я... Я... Смотрите, я вот про... Вот именно про это, про этих ребят, про ребят из отряда Арабу, узнаю чуть больше, потому что мой отец тоже был там с ними. И вот, совершенно недавно несколько ребят из этого отряда, которые остались живых, с своими семьями уехали в Европу. Потом, по той или иной причине, и буквально за два или три дня до отъезда был разговор о том, чтобы мы их привели сюда на радио. Включили бы микрофон и ушли, они бы просто выговорились, вы бы это записали, ну, и оставили бы. А потом бы, может быть, спустя какое-то время, да, проанализировали и так далее. Ну, почему-то, вот, они не захотели об этом еще рассказывать, не пришли. Им причины какие-то. Ну, я... Я уже не выяснял причины, это личное дело, я же не могу эти люди заставить, да. Общая атмосфера в нашем обществе не воодушевляет на откровение. Да, откровение. Ну, в общем, это, действительно, такая... Хотелось бы добавить, что вот у нас... Я почему-то все время, вот, властной структуре не то, что... Это политика должна быть, понимаешь? Должно сфертизироваться кино, чтобы снимали фильмы про это. Хорошие фильмы, да. Чтобы пошли бы фильмы про уже обжарственную войну. Чтобы специалисты, финансы сидели бы. Прямо вот, вот, вот заказ такой, понимаешь, чтобы... Ну, идеологично, чтобы работало. А джипы как же покупать? А джипы? Ну, можно же и там, например, и кино. Не знаю, даже, а, да. Ну, я не говорила, чтобы а джипы не покупали, но чтобы и кино, и искусство... И кино, и джипы. Хорошо. Будем так. Алик, может быть, что ты на армянском споешь? Попробуем. Давай, давай. Давай посвятим эту песню всем участникам. Алик, спасибо. Всем всем ребятам. Прожили вы здоровы и светлой память тем, кого нет. Давай. Давайте. Субтитры создавал DimaTorzok 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 что война вообще и в ход войны перевалил именно Урал. В хребет России Урал. Да, Урал. Благодаря Уралу. Ну, и все, в этом не пойти, как я ввечу, когда он уже поправился от удара, и благодаря Уралу он поднялся на рынок. Ну, да, Уралу слава. Булата Куржава прямо сейчас с песней «До свидания, мальчики». Все остальное после. С Днем Победы. Ура. С Днем Победы. Ура. Ура.